Из них 50% люди, которые преподают в стоматологических университетах Европы. Появилась она в далеком 1908 году. То есть это начало прошлого века и сегодня является одной из самых лидирующих. Выбор есть у нас всегда. Это зубная паста, оптифреш, тотальная защита, либо кристальная белизна, либо травяные экстракты. Самое важное, что вы должны понимать, что ухаживая за полостью рта, мы не только предотвращаем образование зубного налета, кариеса и так далее, но мы и защищаем зубы от повреждений на протяжении 12 часов. Зубные пасты дарят легкость, свежесть дыхания и им достаточно комфортно. И в дополнение к ним мы рекомендуем использовать наши зубные щетки оптифреш, причем они имеют совершенно разную степень жесткости, но уникальность щетка в том, что у них щетинки находятся совершенно под разным углом и они достаточно хорошо очищают зону, которая находится между зубами. Подведя итог, я хотела бы обратить внимание, что нужно говорить о каталоге номер 11. Но прежде всего то, что в 11 каталоге основная тема «Мы любим дарить тебе лучше». Это значит, что здесь собраны самые интересные продукты, самая интересная возможность подчеркнуть и приобрести с выгодными предложениями. Что драйвер каталога «Набор «Золотая мечта»» – это возможность приобрести его, во-первых, 70% скидка, а во-вторых, это те продукты, которые нам просто с вами жизненно необходимы. Крем для рук, тушь для ресниц или красивый классический наш парфюм. Что еще хотела бы обратить на какое внимание? То, что уже скоро, не за горами 1 сентября, уже страницы каталога предлагают новые небольшие наборы первым учительницам или учительницам наших детей или детям наших клиентов. То есть на самом деле готовим наборы, готовим подарки. И 1 сентября, уже сегодня в 11 каталоге, мы можем на это обратить внимание. На чем мы можем сегодня зарабатывать? Ну, прежде всего, на том, что у нас появились новые продукты, такие как ароматы «Меморис». Причем у них очень хорошее предложение, хорошая скидка и более выгодная скидка при покупке двух парфюмов. Мало того, мы можем увидеть отличные, красивые предложения в разделе «Мы любим», где есть самые легендарные востребованные продукты, ну, тому яркий пример на слайде «Крем для век» – невероятный эффект. Ну и, конечно, еще одна возможность – это приобрести наши любимые элитные парфюмы, на самом деле, с 50% скидкой, сделав единовременный заказ, всего лишь на 30 гривен. Это очень-очень удобно. Что у нас есть? У нас есть драйвер-каталога, у нас есть наши ароматы, которые можно приобрести в полцены. У нас сегодня есть волны спек, тем более, что осень – это начинается период авитаминоза, уже сегодня мы должны предлагать эти продукты. Мы говорим о том, что любой уход начинается с грамотного, правильного очищения, и не забудьте предложить своим клиентам очищающее молочко и смягчающий гельтоник из коллекции «Новэйдж», которые представлены со скидкой. И самое важное – это декоративная косметика, которая является таким вот украшающим моментом, плюс имеет ухаживающую формулу. Это коллекция «Джордани Гоу». И, в принципе, в завершении хотел бы вам сказать, что до 20 августа это предложение у нас актуально, оно действительно, и я желаю вам хороших продаж в этом каталожном периоде. Дякую, Надь, дякую за таке детальное представление основных акцентов каталога. Впевнена, что с таким продуктом каждый наш клиент залишится задоволен, ну а с таким каталогом нам легко будет идти до клиента, працювать, собирать замовления и заработать в компанию. Дякую, Надь, я забираю в тебя права. И мы продолжаем наш вебинар. Отже, по основных акцентах каталога все зрозуміло, но у нас еще есть акции по пропозиции и программе, которые действуют в 11 каталоге. Ну и сейчас хотелось бы коротенько еще раз нагадать, что многие из вас знают все правила, все умовы тих акций и пропозиций, но лишний раз нагадать не будет зайвым. Ну и, возможно, у нас еще новые люди, которые детально не знают про эти умовы и все детали этих акций. Отже, на постійній основе у нас діє стартовая программа для усіх новачків, для новых консультантов, которые только приедалися в компанию. Только новые люди, которые щойно приедалися, мают возможность пройти стартовую программу. В чом уникальность стартовой программы? Дело в том, что, проходячи умовы стартовой программы, людина має можливість взяти улюблені продукты, которые она только желает, с каталогу и с вагомыми снижками. То есть, за первый крок – это снижка 50%, за второй крок – 75%, ну и третий, и четвертий крок – это еще более привабливая пропозиция, это возможность для себя выбрати будь-який продукт из каталога, найдорожчий продукт из каталога, с снижкой 100%. То есть, полностью безкоштовно має можливість новачок, который объединился и начался работать в компании «Орифлайм», отримать вот такие улюбленные продукты из 100% снижкой. Про это нужно говорить новачкам, акцентовать на это внимание. И, разговариваясь с лидерами, я почула, что саме на то, что возможность взяти продукты из 100% снижкой діє на новачки. И саме эту пропозицию нужно доносить и пропоновать проходить стартовую программу. Видите, на этих слайдах мы сделали короткое узагальнение проходения новачком стартовой программы. Яку продукцию он может отримать себе в подарунок, если будет проходить стартовую программу, и какую выгоду отримает для себя новачок. Ну и, конечно, мы взяли для сравнения, найдорожчий, можно так сказать, продукт компании «Орифлайм». Чему найдорожчий, потому что данный продукт, он не представляется в компании ни в распродажах, ни в каких-то специальных пропозициях. Тобто, продукция «Велнес», так, яка розроблена для поддержки здоровья, для поддержки хорошего самопочуття, для краси, из середины, самая продукция не идет и снижками, и на распродажах. И единственная возможность отримать, взяти для себя эти продукты, это снижка и подписка, або ж эти продукты может взять для себя новачок, если он будет проходить стартовую программу. И на этом слайде вы бачите, какую выгоду отримает новачок, если он выбирает для себя, за перший крок, например, он выбирает коктейль «Натурал баланс», так, то есть, вертность для новачка становит 268 гривен, а экономия также 268 гривен. То есть, первый крок – 50% снижки, и яка экономия при замовленні коктейлю. Другий крок, если новачок выполняет второй крок, так, он может взять для себя продукты снижкой 75%. И снова же таки, мы пропонуем суп серии «Велнес», который стоит для новачка всего-навсего 134 гривен. За третий и четвертий крок мы пропонуем обрати «Велнеспек» для жёнок и «Велнеспек» для чоловеков. И всього-навсего вартість для новачка таких продуктов будет становиться 1 гривню, экономия 519 гривен. И если разом подсумевать вигоду, которую отримает новачок, проходячи стартовую программу, то вы бачите, что это досить таки суттєва сумма, это 1813 гривен вигоди при проходении стартовой программы, когда новачок выбирает для себя продукты категории «Велнес». И вартість четырех продуктов, вернуть внимание, это также очень действенный приказ, что вартість четырех «Велнеспек» становит 404 гривен. А жоден из этих продуктов, если его заказывать самостоятельно, не стоит столько. Это очень хорошая пропозиция для новачка взять такие недорожшие продукты, если он проходит стартовой программой. Еще один приклад мы сделали на продукции серии «Новэйч». Это шикарная, вишукана серия, дорога серия, также недорожшие продукты из засобов догляду за шкиру и обличие, которую выгоду отримает новачок, если он проходит стартовой программой и обирает для себя все продукты серии «Новэйч». То есть, если он собирает для себя, например, полную серию для повноценного догляду за шкирою, то за первый крок он выбирает ничный крем, который становит, его вартість становит для новачка 234 гривен. Другой крок – денный крем, вартість 117 гривен. За третий и четвертий крок, он может взять два продукта, это сироватку и засоб для догляду за шкирою навколо очей, всего-навсего за одну гривню. И загальна экономия, это при том, что за четвертий крок, он еще, кроме того, отримает 105 гривен объемной снижки, так как нужно, еще зареєструвати одного новачка, который сделает так же первый крок стартовой программы. То есть, загальна вигода для новачка становит 1817 гривен. Это очень хорошая пропозиция, и единственная возможность взять вот такие дорогие продукты и 100% снижкой – это включить в стартовую программу и проходить усіма кроками стартовой программы. Наступная программа, которая діє у нас на постійній основе, это спонсорская программа «Орифлайн Плюс». Диатиме вона до 13-го каталогу. И на этот период у нас заявлены прекрасные подарки из серии «Джордані Голд». В 11-му каталоге у нас для спонсорів пропонуются два подарунки. Это база под макияж «Джордані Голд» и рідка подводка для очей «Джордані Голд». Это надзвичайные эксклюзивные продукты, которые позволят створить неперевершенный макияж. Это дорогая серия, эксклюзивная, вишуканная серия в компании «Орифлайн». И поэтому, если мы фокусуем увагу наших консультантов, наших новачків на то, чтобы они запрошовали людей в компанию, на то, чтобы они допомагали иншим включаться и проходить стартовую программу, то також компанія заохочить таких людей. И спонсори мають можливість отримать ось такие чудовые подарунки за то, что они рееструют людей. То есть для спонсора, за то, что он зарееструвал одного новачка и допомагал ему пройти первым кроком стартовой программы, есть возможность также отримать снижку на будь-який продукт 50%. За двух новачків, которые пройдусь первым кроком стартовой программы, спонсор отримает возможность взять ось такой набор «Джордані Голд» за эксклюзивною пропозицією, так и подарунок. Загальна вартість такого набору – 775 грн. Крім того, зараз у нас є ключовим каталог у программы «Бізнес-принт». Программа «Бізнес-принт» – это когда компания за особистые продажи, за каждый балл дарует 1 грн. За каждый балл больше 150 грн. То есть, от 150 до 1000 грн. Можем каждый консультант отримать додатково бонус, если будет выполнять особистые продажи на определенную количество баллов. И 11-й каталог – это последний каталог, куда дает эта программа. Тому, еще раз вернуть увагу всем продавцам, всем вашим ключовым консультантам, которые делают хорошие замовления, которые умеют продавать, которые мают много клиентов, чтобы в том каталоге использовалися такой уникальной возможности, потому что, действительно, эта программа надзвичайно приваблива, надзвичайно поддерживает всех продавцев, которые есть в компании «Рифлем». И поэтому остальная возможность использоваться всеми переважами цієї програми – это 11-й каталог. Наголошуйте про это, рассказывайте и заохочуйте людей делать замовления в 11-м каталоге. Кроме того, 11-й каталог является решением также и для акции «Адреналин». Акции «Адреналин», которая стартовала у нас в 9-м каталоге, и триватиме до 15-го каталога, мает определенные условия. И 11-й каталог является решением для всех, кто включился в эту акцию. Потому что с 9-го по 11-й каталог нужно было зареєструвать необходимую кількість рекрутим, которые проходят четырьмя кроками стартовой программы. Коротко нагадаю умови цієї акции. То есть акции для менеджеров и директоров. Для всех менеджеров с рівня 12% и выше, которые были в 8-м каталоге на таком уровне, діє ця программа. То есть каждая человек, которая была в 8-м каталоге на уровне 12 и выше, включилась в эту программу. Что нужно сделать менеджеру? Для того, чтобы выполнять умовы этой акции и выиграть, або даже не выиграть, а отримать вот такой чудовый подарок, это iPhone SE, то менеджеру нужно с 9-го по 11-й каталог зареєструвать 15 новичков у своей персональной группы и помогать им пройти 4 кроки стартовой программы. Кроме того, нужно показать прирост 3500 баллов бонусу суммарно с 9-го по 15-й каталог. Усі менеджери 8-го каталогу включилися в эту программу. Но, но, обратите внимание, что новички мают быть зареєстрированы с 9-го по 11-й каталог. У кого еще не было жодної реестрации, а у кого были реестрации, но еще недостатная то все реестрации должны быть сделаны в 11-му каталоге. Если цієї не будет реестрации, значит, человек уже выпал из акции и уже не будет мать жодного шанса продолжить проходить цю акции. Поэтому, обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы каждый ваш менеджер, и это я обратился до директоров, которых менеджеры идут по программе Adrenaline, чтобы каждый менеджер зареєстрував необходимую кількість консультантів в 11-му каталоге. Подивите, будь ласка, кому скільки не вистачає, в кого уже є певна кількість, кому ще скільки не вистачає і все потрібно зробити в 11-му каталоге. Ну, знову ж таки, ми говорим про 15 новачків, але 15 новачків це є, можна сказати, впритик виконання умов. Звичайно, можуть бути різні форс-мажорні обставки, хтось може вилетити з програми, хтось з новачків може не закритися, тому ми рекомендуємо, щоб ця кількість була запасом, щоб кожна людина змогла продовжити свою кваліфікацію і виконати умови. Ну, і, звичайно, отримати такий вишуканий ексклюзивний подарунок. Ну, і умови для директорів, для старших менеджерів і вище, які в 8-му каталогі, мали звання директор і рівень. Тобто, звання і рівень, старший менеджер і вище у каталозі номер 8. Для таких лідерів є свої умови, для них потрібно зареєструвати 25 новачків з 9-го по 11-й каталог, і, щоб ці новачки пройшли чотирма кроками стартової програми, сумарний приріст в балах бонусу має складати 5 тисяч балів бонусу до 15-го каталогу включно. Ще, дивіться, ну, задають часто такі запитання, наприклад, якщо в 8-му каталогі людина включилася в цю програму, в 9-му каталогі в неї не було приросту, чи вона випадає з програми? Ні, вона не випадає, але їй потрібно буде відповідно до більше зробити приросту в наступних каталогах, тому, щоб набрати цей сумарний приріст по відношенню до 8-го каталогу. Тобто, людина з акції ще жодна людина не випала, але 11-й каталог буде вирішальним і ми вже побачимо, хто залишився в акції, хто не залишився. Тому, хто ще не втратив віру в себе, хто впевнено крокує до своєї поставленої мотиви, все ще можна зробити, все ще можна встигнути, якщо включитися в 11-му каталогі. Тобто, хто не включився, для нього 11-й каталог буде вирішальний для того, щоб включитись у цю акцію, хто включився, то, будь ласка, прослідкуйте, щоб була достатня кількість новачків, які би надалі виконали, пройшли стартовою програмою, ну, а ви, в свою чергу, виконали умови акції і отримали айфон або бонус у подарунок. Тому 11-й каталог у цій акції є вирішальний. Крім того, в нас триває кваліфікація на золоту конференцію. Золота конференція, яка буде ювілейна у 2017-му році, яка буде проходити на двох лайнерах, так, це буде круїз по середземному морю і кваліфікація на цю конференцію триває, вона розпочалась у п'ятому каталозі і триватиме до четвертого каталогу 2017-го року. Знову ж таки, хто з лідерів планує, хто собі поставив за мету бути учасником цієї ювілейної конференції, ще раз перегляньте свої плани, ще раз подивіться, що потрібно для цього і який план для кожного із лідерів стоїть, сверніться до свого АСМ, ще раз перевірте умови кваліфікацій для того, щоб виконати цю програму і бути присутнім на ювілейному круїзі. Ось, вирішальний каталог для кваліфікації це буде 14-й каталог. Тобто, якщо в 14-му каталогі лідер відкриває золотого директора, то в нього є ще шанси до 4-го каталогу закрити це звання і стати учасником золотої конференції. Ну, а в кого стоїть план по групах, то, відповідно, потрібно слідкувати за кількістю груп, які є кожного каталогу для того, щоб виконати цю кваліфікацію і поїхати на круїз. Ну, і звичайно, кожен з нас повинен пам'ятати про свою мрію, впевнено, йти до своєї поставленої мети, не здаватися жодного разу, не звертати уваги на будь-які перешкоди, які є на нашому шляху, тому що тільки вперед, тільки до поставленої мети, тільки з таким лозунгом ми зможемо досягнути того, що хочемо у компанії. Ну, і зараз я би хотіла передати слово наступному нашому спікеру, лідеру компанії Oriflame, справжньому лідеру компанії Oriflame, чарівній жінці, яка активно працює із категорією продукції Велнес, яка дуже любить цей продукт, яка активно просуває цей продукт усім своїм знайомим, рідним, близьким, яка навчає своїх консультантів також працювати з категорією продукції Велнес, і я зараз з задоволенням хочу передати слово лідеру компанії Oriflame Західного регіону Ірині Ютві. Іра, передаю вам слово. Добрий день, мене чути? Добрий день, чути, вас добре чути, так що можете розпочинати, зараз я вам включу вашу презентацію, Ір. Ні. Дякую. В першу чергу хочу привітати усіх активних, прогресивних лідерів, якщо навіть це консультанти сьогодні на вебінарі у нас, то ви точно досягнете всього, чого ви захочете, того, що саме літній, гарячий сезон у нас, і не склавши руки, якщо ми працюємо, ми обов'язково досягнемо результатів, і це дійсно правда, це дійсно так. Ну, з чого ж я хотіла би почати? Так, моя презентація ще не включена, так? Включена. Включена. Так. Єсть. Не переключається. О, все, тепер вже можна, так? Видно. Ну, в першу чергу, чому wellness? Дійсно, правильно, Оленка сказала, я дуже люблю цей продукт. Я люблю його, любить цей продукт вся моя команда, любить цей продукт вся моя сім'я, вся моя родина. І, звичайно, що, коли з'явився цей продукт на ринку, то я навіть не задумувалася над тим, який він, що це таке. Тобто, я його навіть не вивчаючи, просто почала вживати сама і вживала моя сім'я. Пізніше, звичайно, прийшло розуміння про те, що це хороша можливість і будувати кар'єру разом з цим продуктом, і допомагати людям, в першу чергу, в здоров'ї і також в зароблянні грошей. Звичайно, що люди, які споживають продукцію велнес, вони більш лояльні до нас. Це є постійні наші клієнти, постійні консультанти. Це, зазвичай, люди, які залишаються з нами на досить довгий час, при тому, що вони не приймають рішення будувати кар'єру з компанією Oriflame. Тому це ще один такий вагомий аргумент, на який важливо звертати увагу. Ну, і, звичайно, що, коли є такий продукт, то будувати кар'єру з велнес трішки простіше, тому що багато хто каже, що ринок косметики переповнений, а продукція велнес ще й такої унікальної формули, як у нас з Oriflame, це дійсно продукт, з яким варто працювати. І, звичайно, все почалося з того, що я почала вивчати його, я почала їздити, я почала спілкуватися з лідерами, і запрошувати спікерів, і, наприклад, то саме Надію Ладошкіну, потім був конкурс, де ми виграли ваги Таніта, це знову ж таки додало нам сили, впевненості в тому, що можна рухатися далі і працювати ефективніше з продуктом і з лінійкою велнес. Звичайно, що це робота не одного дня і навіть не півроку і не року. Ми довгий час думали над тим, як запустити цілу систему роботи, і, на мою думку, нам це вдалося, тому що результати є, ми неодноразово і в регіоні, і в Україні виборювали перші місця з продажів велнес. У нас з'явилися на продукції велнес нові менеджери, навіть стерші менеджери. Тому все по порядку. Що хочу сказати? Хочу поділитися сьогодні нашою системою велнес-заходів. Звичайно, що все почалося із можливостей Oriflame. Можливості Oriflame, які ми проводимо на постійній основі кожного каталогу, додали нам такої нотки в тому, щоби навчати нових бізнес-партнерів цьому продукту. Ми залучали і вітали людей, які просто підписували продукт, підписки робили. Ми запрошували на можливості Oriflame людей, які на 50% брали цей продукт. І що хочу сказати, що обов'язково, коли ми реєструємо людину, коли ми розказуємо про можливості картки знижки, ми розказуємо хоча б в кілька слів розказуємо про наш унікальний wellness-продукт і запускаємо таку думку про те, щоб ця людина захотіла все більше і більше дізнаватися про цей продукт. І перший, другий, третій, четверті кроки вона обов'язково використовувала для wellness-продукції. Тобто на 50%, на 75%, на 100% зазвичай наші консультанти беруть продукцію wellness. Це нас дуже тішить. Чому? Тому, що вони тоді бачать ефект, вони бачать результат і тоді вже переходять на підписки і замовляють не тільки для себе, а потім вже і дітки, і чоловіки, і мами, тобто вся сім'я тоді вживає цей продукт. Тому на можливості хоріфлейм у нас обов'язково є блок wellness. Але я хотіла б трішечки зараз зупинитися на шведських сніданках, тому що це наше ноу-хау, яке ми перепозичили від Львівського сервісного центру, ми навчилися це робити, хоча шведські сніданки, шведські обіди, це не нова ідея така. Ми ще її почули від Надії Ладошкіної, але чомусь от саме від Львівського сервісного центру ми напевно все розложили по поличках і зрозуміли, як це робити, як це використовувати в своїй роботі. Для кого ми це робили? В першу чергу ми проводили це для усіх консультантів, для новачків, тобто для нових потенційних консультантів, для гостей і для їх друзів. Почали з тих, хто недалеко працює від нашого офісу, хто міг би прийти, наприклад, в обідню перерву до нас, ми показували такий перекус, ми робили смузі, намагалися робити його ситні, щоб людина навіть могла перекусити і відчути, втамувати навіть відчуття голоду і при тому бути бадьорою, ну і багато хто казав, що сумливості не було після обідньої перерви. Це нам, звичайно, додавало такої сили, впевненості в тому, що це ми робимо правильно. От, звичайно, потім тішило те, що запрошували гостей, тобто пішов процес дублювання, пішло в глибину. Ну, наша Наталка Яцук, майстер по проведенню цих обідів, і ми, я написала, що це проводимо обіди, але суть цієї презентації полягає в тому, щоб доносити інформацію людям про правильні сніданки, як ми кормимо дітей вранці, як ми самі їмо, і наскільки засвоюється організмом усі поживні речовини, що треба саме до 12-ї години, і приділяти цьому увагу дуже велику. І ми побачили, що людям це цікаво, це корисно, і вони цікавляться, вони потребують такої інформації. Ну, а коли ще смакують, то, звичайно, в такому випадку ефект і результат діє на ліцо, як то кажуть. Ми використовуємо в своїх презентаціях смузі, благо, зараз гарний сезон для ягід різноманітних, фруктів різноманітних, і так само за рекомендацією нашого сервісного центру, ми просто просили і казали, допоможіть нам, щоб смузі були смачніші, або ці обіди були смачніші. Зраховуючи ваші інтереси, ви можете принести ті фрукти, які ви полюбляєте. Дуже гарно люди відгукувалися, навпаки, це таке було відчуття, що людина причетна сама до цієї події, вона була навіть не гостем, а сама в процесі була залучена. І це також людей так згуртовувало і надавало такої домашньої атмосфери в цьому всьому дійству. Звичайно, що на їжу люди йдуть краще, ніж просто на інформацію. Зазвичай всі брали своїх подруг, знайомих, родичів, хтось приходив за ручку ще з кимось. І, звичайно, що таким чином в нас з'являлися нові ключові консультанти, того, що людям подобається давати рекомендації, людям подобається розказувати іншим, якщо це сподобалося їм. І таким чином ми потім запрошували на можливості картки знижки, де розказували про переваги, якщо надалі ця людина чи новачок буде запрошувати на такі подібні заходи, які вигоди вона буде отримувати, вона буде мати. І таким чином в нас з'являлися навіть нові ключові бізнес-партнери. І я можу сказати, що навіть за літній період в нас з'явилися нові менеджери. Далі. Ну, якщо вернутися знову до наших велнас-заходів, то ми обов'язково, напевно, вже протягом років трьох, ми обов'язково проводимо велнас-семінари. Я написала раз в квартал, але я скажу відверто, що в нас є сезони, коли ми робимо навіть раз в два тижні. І намагаємося використовувати ці любі привиди. Ну, повод. Це зараз найближчим часом свято Маковея, свято Спаса. Ми будемо обов'язково це використовувати. Того, що на народні традиції люди дуже гарно відгукаються, так само приймають активну участь. Ми організовуємо різноманітні конкурси. І обов'язково дрес-код якийсь встановлюємо. Людям це подобається, потрібне шоу, робимо шоу. І разом з тим, на цих велнас-семінарах ми також обов'язково включаємо і велнас-історії, і вітання. І люди з задоволенням діляться про свої досягнення. А це також процес дублювання і навчання відбувається. Ми також після того, як від компанії отримали ваги та ніта, дуже приємно, що в нас є два цих пристрої в офісі, Наталка Яцук і я отримали. Тому ми діагностику організму проводимо постійно, і особливо в літній період, тільки єдиний нюанс, ми зробили так, що в літній період ми йдемо до людей. Ми не чекаємо в офісі їх, ми самі йдемо до людей. Ми їздимо в регіони і це дає більший результат, ніж би ми закликали їх в офіс. Дуже приємно, що знову ж таки, ми бачимо, що людям це потрібно. Вони влітку менше використовують косметичних засобів, але засоби здоров'я їх цікавлять. Коли ти говориш про діагностику організму, мені дуже подобається, як наші ключові консультанти підхоплюють цю ідею. Задача в чому? Збери своїх знайомих або подруг, хтось пише оголошення, хтось просто йде до голови сільської ради, домовляється, що в нас буде таке зважування, велене зважування або діагностика організму. І коли ми чуємо відгуки, навіть бувають такі ситуації, що в селі хтось пускає таку думку, що це проплачено депутатом, і люди йдуть, і насправді це, ну, видно, що людям це потрібно. І саме головне, що ми зрозуміли, що влітку не треба сидіти в офісі і чекати, що до нас будуть іти люди. Влітку треба йти до людей. Це ми вже переконалися, не один рік, тому цього року ми просто повторюємо те, що ми робили минулого року. Отже, діагностика організму два рази в тиждень. У нас це є постійно і з розшифровкою всіх даних. Ми попереджаємо людей, що буквально треба на 40 хвилин, на 30 хвилин залишитися для того, щоб отримати додаткову інформацію. І зазвичай, після цієї діагностики, у нас завжди бувають підписки. Тобто, це є один із методів реквитування новачків. Також ми беремо ввагу, просто нові ключові партнери виходять на вулицю і зважують, записують дані, а потім запрошують на розшифрування вже в офіс. Тобто, таким чином, йде теж процес дублювання, лідер чекає цих людей в офісі, йде розшифровка. Далі, обов'язково ми запускаємо різноманітні проекти. Чому нам подобаються ці проекти проводити? Тому що, по-перше, це довготривала річ. Це на природі. Це ми обов'язково залучаємо або якось екскурсовода, наприклад, якщо це наш замок Люберта, тобто, ми ще додатково влаштовуємо екскурсії. Якщо це питання здоров'я жінки, ми обов'язково запрошуємо гінеколога, запрошуємо педіатра, якщо це стосується імунітету діток. Ось зараз осінь, у нас заплановані заходи по укріпленню імунітету і як зробити так, щоб вересень, жовтень дітки ходили в садочок і не пропускали школу, то саме серпень, місяць у нас приймовані заходи саме по такій темі, з такої теми. Якщо це стосується корекції тіла, то ми запрошуємо фітнес-тренера. І нам дуже приємно, що з нами хочуть співпрацювати, з нами співпрацюють, тому що є результати, є реальні історії. Та що там казати, я сама кілограмів 6 втратила просто так, без всяких там, ну, надзусиль, природнім способом люди це бачать і запитують, і я ділюся враженнями, емоціями своїми. Тому саме перше, звичайно, що ми самі вживаємо, самі це любимо, самі користуємося і про це розказуємо всім підряд. Ну, і шведські сніданки, яке я сказала. Ага, що хотіла ще сказати. Чому так важливо і цікаво проекти проводити? Тому що в проєктах залучаються абсолютно усі. Ті, хто вміють, щось знають, не знають, не вміють. Але це якраз можливість показати життя з Oriflame невимушене, легке і разом з тим прибуткове. Тобто, поєднувати. Це дійсно стиль життя з Oriflame, яке не обов'язково штучно створювати або щось надумувати собі, що тут така важка робота, що тут від дзвінка до дзвінка, що тут директори. Тобто, дуже легкий спосіб знаходити бізнес-партнерів. Тому нам дуже це подобається. Ну, і плюс ми ще залучаємо також, так як я сказала, ще людей ззовні, спеціалістів, які долучаються до нашої такої важливої справи. Так. Так, ну, звичайно, що ми це робимо спеціально для того, щоб людям розказувати про те, що задача наша не піти в аптеку і не шукати вже виходу, якщо сталася проблема або якась ситуація. А як же зробити так, щоб запобігти виникненню такої ситуації? І, звичайно, ми тоді розказуємо про дізноманітні наші акції, використовуємо і програми, як можна дешевше придбати цей продукт, розказуємо. І дуже цікаво, гарно люди реагують, коли кажуть, скільки коштує ваш продукт, а ми кажемо, є різна ціна. Є можливість взяти за 650 гривень, є можливість за 280, за 500, а можна і за гривню. І тоді зразу в людини така виникає інтрига, яким чином, і ми тоді кажемо, будь ласка, приходьте, можливості картки, почуєте, дізнаєтеся. І вони приходять, тому що це те, що саме їх цікавить. Звичайно, ми таким чином просуваємо наш продукт, і дуже приємно, коли вже є в нас замовлення по рекомендаціях. Люди дзвонять, люди через там контакти, Facebook, запитують, чи ти знаєш, чи можна до тебе звернутися. Це теж дуже приємно. Ну, і, звичайно, ми всі намагаємося досягати своїх цілей. І це теж дуже приємно, того що один стає здоровшим, другий вилюковує своїх дітей. Навіть так буває. І третій заробляє на якусь маленьку собі ціль, четвертий досягає великих результатів. І це теж дуже приємно, тому що, знову ж таки, це відбувається дуже природні. Ну, і це теж дуже важливо згуртування команди, тому що такі заходи потребують долучення своїх партнерів, своїх однодумців. І таким чином відбувається у нас ще й процес дублювання. Теж дуже приємно. От я кілька фотографій. Ви знаєте, навіть не готувалися, чомусь навіть не фотографували, це те, що десь я в соціальних мережах знайшла фотографії, як ми їздимо в регіони, як нас люди там зустрічають, цікаво. І дуже дякуємо компанію за те, що проводять акції активностей, тому що завдяки тому, що там суковижималки давали за 50 бонус балів і так далі, ми намагаємося ці продукти потім привозити в регіон, проводимо такі маленькі можливості «Оріфлейм» або так само зважування, невеличкі навчання, люди зразу бачать, що якісь подарунки приходять, отримують, тобто зразу наочину відбуваються такі от процеси. Далі. Ну, що ж хочу сказати, що «Веллес» це та ніша, над якою варто працювати і варто її займати. І дуже приємно, що люди роблять підписки, потім десь відлучаються, є така категорія людей, потім вертаються знов і кажуть «Давайте, нам треба це, ми хотіли би, тому що ми відчули». І це дуже добре, що люди самі приходять до таких висновків. Обов'язково потрібно враховувати, що це дійсно унікальний продукт. І ми використовуємо цю інформацію в повній мірі. Звичайно, його треба вчити, цей продукт. Треба вивчати, і тому ми також запустили систему навчань, де кожен бізнес-партнер обов'язково включається в презентацію лідера, де він хоча б трішечки, але розказує якусь долю інформації про велнес, де він обов'язково сам вживає і розказує свої враження, свої відчуття, і так само збирає історії своїх знайомих, своїх лідерів і своїх родичів. І що хочу сказати, що завдяки велнесу в літній період в мене з'явився старший менеджер. Вона вже два рази підтвердила 7500 бонус-балів. І ви знаєте, дуже приємно працювати з цим продуктом, тому що він правдивий. Ми сміливо можемо людям це говорити. І також хотіла б що сказати, що ще допомагає дружба між командами, дружба між лідерами. Нас завжди підтримують люди, які працюють також з цією категорією. Це, зокрема, і Леся Дедерчук, і Жанна Братим, Волосянко, і Наталя Мєдвєдєва, от нещодавно ми познайомилися. Тобто є люди, які працюють, яких це цікавить. І коли ти ділишся, розказуєш сам і береш щось інше, з'являються якісь нові ідеї, з'являється сила, з'являється енергія. Ти починаєш з цим запалюватися, ти починаєш запалювати інших. І я зрозуміла, це вже теж не перший раз і не перший рік, що літо – це не перешкода для досягнень. Це не перешкода для роботи, для результату, для здійснення бажань, для здійснення мрій. Усе починається з лідера, я це теж зрозуміла, тому що якщо ти цього захочеш, обов'язково це передасться команді. І дуже важливо показувати цей приклад. І дякую компанії за такий продукт, дякую засновникам, дякую нашому центру сервісному. І я вам усім бажаю в повній мірі використовувати можливості велнес і бути здоровими, при тому бути щасливими і працювати в задоволенні. Дуже дякую. Якщо я була чимось корисна, то, будь ласка, можете задавати якісь запитання, можливо, я щось забула чи опустила, буду рада вам дати відповіді. Дякую. Дякую, Ір, дуже за вашу презентацію, за ваш практичний досвід. І ми бачимо, що справді ваші зусилля приносять результат, і ви їх відчуваєте, і це дуже важливо. І я думаю, що ваші сьогоднішні рекомендації будуть корисними для багатьох з нас, тому що справді продукт унікальний, тільки просто потрібно взятися за нього, взятися за роботу, створити, розробити свою власну систему і працювати. А якщо працювати в системі, то, звичайно, це дасть результат. І хочу сказати, Ір, що ви справді дуже велика молодець, всім присутнім скажу декілька слів про Ір, що вона завжди в нас лідирує у всіх конкурсах, і особливо конкурсах, що стосується продукції Велнес, тобто по кількості підписок Іра завжди на перших місцях, по регіональному конкурсу, який відбувався на ваги Таніта, також Іра перемогла. Ну, і зараз в нас відбувався конкурс, також Велнес-конкурс на поїздку у Стокгольм, і ми з нетерпінням чекаємо результатів, щас кажу, що нема, але за попередніми каталогами Іра також була на лідируючих позиціях у цьому конкурсі. Так що, Іра, тримаємо за вас кулаки, бажаємо вам перемоги, ну, і, звичайно, щоб ви поїхали у Стокгольм. Сподіваюсь, що це ваша мрія і вона мусить здійснитися. Дякую, дякую. Це дійсно так, тому що акції дуже допомагають і дуже мотивують, і це такий додатковий стимул щось робити. І відверто кажу, коли оголосили цей конкурс, то я всій своїй команді, знаєте, як вчителька вийшла на клас і сказала, ви собі як хочете, але ми маємо прийняти участь в цій акції. І кажу, хто буде мені допомагати, значить ще додатково отримають вигоди свої додаткові. І тому ми дійсно згуртувалися, і дійсно команда показала, що може працювати. І дійсно, ми дуже надіємося на те, що ми будемо в числі переможців. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую, Вір. Тоді я відключаю вас. Відключайте відео, Ір, своє. А ми продовжуємо наш вебінар. Ну і, звичайно, як сказала Іра, що тільки командно, командними зусиллями можна досягнути великих результатів поставленої мети і успіху в компанії. І зараз я би хотіла вашій увазі представити нашого наступного спікера, лідера з великої букси, справжнього лідера компанії «Оріфлейм», яка також має свою чітку мету і де до поставленої мети. Лідера, яка активно розвиває свою команду, яка допомагає іншим людям розвиватися, досягати успіху і, що саме головне, заробляти в компанії «Оріфлейм». І з такою дуже важливою темою, ключовою темою, яка є дуже важлива для роботи в компанії «Оріфлейм» – це рекрутування і супроводження новачків. Адже наш бізнес в компанії «Оріфлейм» будується на запрошенні нових людей. Тільки, якщо є постійне регулярне рекрутування, то є успіх в компанії. І я з великим задоволенням хочу зараз передати слово чарівній дівчині, справжньому лідеру компанії «Оріфлейм» Ірія Рьоменко. Я хочу сказати, Іра, що я з великим задоволенням завжди слідкую за вашою сторіночкою на Фейсбуці, які ви заходи проводите, як ви разом з компанією, своєю командою розвиваєте свій бізнес. І це справді є великим прикладом для кожного з нас. І я хочу зараз вам передати слово. і ми з нетерпінням чекаємо на вас. Іра, ви чуєте мене? Так, так, так. Іра, чуєте? Так, слышно мене, да? О, да, чуєте. Хорошо, спасибо за таке представление, очень приятно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно, то, что я могу с вами поделиться своей историей успеха, своими наработками, а так же получать фишки, да, тоже от вас і обмениватися опытом с такими класными лідерами именно з вашого регіона. Но так же хочу немножечко, да, начать, конечно же, с себя, да, как бы, кто я такая, що-то мене не получается слайди переключить. Так. Я думаю, вы мне поможете, потому что меня не переключают по слайду. Нет, попробуйте, вот здесь, попробуйте, у вас должно получиться. Вот стрелочка влево, вправо. Дело в том, что вправо неактивно, я, конечно, извиняюсь, но... О, все, получилось. Хорошо. И немножко, конечно же, расскажу про себя, да, потому что наверняка кто-то меня не знает или кто-то просто слышал, но немножечко, как бы, да, не совсем понимает, кто я такая, почему я сегодня перед вам не выступаю, поэтому... Меня зовут Ирина Еременко, я лидер с города Чернигов, с центрального региона, и мне 29 лет. В компании Reflame я работаю активно уже 7 лет. Конечно же, я не могу сказать, что это все 7 лет, да, как бы были активно развитие моего бизнеса, потому что вначале это было просто знакомство с продукцией, да, пользовалась скидкой, покупала для себя дешевле, но, а только потом, чуть попозже, я уже рассмотрела все преимущества бизнеса и начала по полной работать. До Reflame я студентка, которая, как бы, вообще сама с маленького города, с города Бахмач, с региона, с маленького, да, ну и приехала в город Чернигов учиться. И у меня есть два высших образования, и, в принципе, как бы я параллельно училась сразу же на двух факультетах, очень хорошо закончила, училась я на пятерке, и всегда у меня было, знаете, как бы, как, наверное, как у любого студента, розовые очки, что, так как, чем больше будет у меня дипломов, чем, конечно же, больше будет у меня, как бы, возможности устроиться на самую классную работу, для того, чтобы у меня были классные доходы, и сразу же возьмут меня на любую работу директором фирмы. Вот я такая, с тех людей, с розовых очков, да, которые по себе это представляла. Ну и когда уже пятый курс у меня заканчивался, я уже понимала, что мне нужно было искать себе работу, какой-то подработок, и в нашем городе популярная работа была среди студентов, это колл-центр. Я думаю, что колл-центр есть в каждом городе, в большом, да, областном таком, населенном пунктах, и тогда я, конечно же, тоже пошла туда. Но поработавши там две недели, я осознала, что как ко мне относятся, что я прихожу, если я задержусь на две минуты на работу, не дай бог, да, то мне не посчитают час моей зарплаты, что если я должна уйти в 6 часов ровно, то меня не выпустят до 6, а только ровно в 6 часов по карточке. Если я захочу куда-то выйти, например, отлучиться, то я должна сначала записаться по записи, чтобы меня отпустили там или в туалет, или в какие-то другие мои нужды, да, и то я могу записаться, а отпустить меня могут через полчаса или через час, когда придет моя очередь. И поработавши две недели, я поняла, что я так жить не хочу, и в то время мне предложили еще, так как я хорошо училась, преподавать в институте. Но я человек не черниговский, у меня не было своей квартиры, и мой муж на то время, да, молодой офицер, получал полторы тысячи гривен, а квартира, которую мы снимали, стоила тысяча двести. И я понимаю, что если я сейчас пойду так же, как и он, получат тысячу гривен, то я просто, ну, я буду повторять жизнь своих родителей. Мы никогда не купим квартиру, мы никогда не будем путешествовать так, как мы хотим. О каких детях вообще можно говорить, если ты сам себя не можешь обеспечить. И в то время, как бы, да, мою дверь постучалась к компанию Reflame, я уже была на то время консультантом, и я рассмотрела это предложение бизнеса более подробно. Но и я решила попробовать, и для меня Reflame была не дополнительная работа и не спонтанная, да, я пришла сюда сразу же как на основную работу, и с первого дня для меня это было с утра до вечера. То есть это не было гибким графиком, это не было просто прийти погулять или просто прийти пару дней в неделю. Я работала с 10 утра до 6-8 вечера каждый день. И вот таким вот образом я за первый год своей карьеры, да, я стала директором. Я не скажу, что это было быстро, да, потому что я человек как бы все люди, которые были в Черниге, они были мне незнакомые. Все знакомые в то время мне отказали и сказали, как тебе не стыдно с двумя красными дипломами идти торговать помадками какими-то, да, давайте мы тебе устроим на какую-либо работу. И поэтому мне было вообще некомфортно работать со знакомыми и весь, практически всю свою директорскую структуру я построила на незнакомых мне людях. И вот таким вот образом как бы, да, началась моя карьера в Reflame. Потом это было рождение ребенка, и я не скажу, что я не работала. Я работала, и когда моему ребенку было 5 дней, я уже была на работе. И для меня просто Reflame, да, и моя работа всегда была очень важной, и я всегда себя видела в этом бизнесе как успешного человека. И вот, ну, как бы у меня вообще не было декрета, и я сейчас не говорю, что это плохо. Я считаю, что это хорошо, потому что, ну, никакой маме нельзя прикрываться своим ребенком. Я знаю, что с любым ребенком, какой он не был маленький или большой, можно работать. Тем более сейчас онлайн-индустрия это показывает. И благодаря тому, что я в свое время показывала то, что можно беременной с пузом ходить на работу, то, что можно, оказывается, с маленьким ребенком тоже работать. Сейчас вся моя молодая команда, у меня все молодые, да, потому что я молодая, и я сейчас не переживаю, что кто-то с моих девочек забеременеет и просто бросит работу, потому что в свое время я показывала, как это нужно делать, и они меня сейчас дублицируют. И вот буквально именно две недели назад одну девушку просто с офиса забрали в роддом. Понимаете? Ребенку было три дня, и она уже с ребенком приехала с коляской к нам в офис. И я понимаю, что мой пример пошел не зря, и таким образом как бы, да, дублицируют команда, повторяя от меня, и сейчас как бы они успешно двигаются вместе со мной. Ну и также, в чем моя фишка? Фишка в том, что, скорее всего, в моей команде. То есть я свою команду очень люблю, и все, что я делаю практически, да, я делаю даже не ради денег, я это делаю даже не ради признания, а для того, что если я позвала своих людей, да, я им пообещала результат, но я просто обязана им помочь и доказать то, что все-таки здесь возможно построить этот бизнес, и моя цель, чтобы моя команда была успешна, и они меня мотивируют этим. Когда они смотрят на меня квадратными глазами, да, и верят просто в все, что я говорю, я просто не имею права их подвести или, возможно, сделать что-то не так, чтобы они были расстроены, да, и брали пример другого лидера. Вот. И моя мотивация, конечно же, первая моя мотивация, это быть лучшим спонсором. Поэтому когда-то, да, когда я только начинала свою карьеру, моя фишка была в том, то, что я старалась на все мероприятия, которые делала компания, я всегда возила просто толпу своих людей. В нашем центральном регионе самые такие большие мероприятия, это были в городе Киев. Ну, чтобы вы так понимали, нам нужно Киеву доехать, ну, 200 километров нам нужно доехать, чтобы доехать в Киев. Не каждый человек поедет, нужно заплатить за дорогу, да. Так вот, с уровня менеджера я возила по 15-20 человек своей команды в Киев на каждое мероприятие. И благодаря этому они росли, они развивались, они мотивировались. Когда они приезжали из какого-либо мероприятия, всегда, я им задавала вопрос, там, да, что вам понравилось, что вас мотивировало. Они нам рассказывали, о, там смотивировал тот лидер, понравилось тот лидер, мы взяли фишки с другого лидера. То, когда уже начала я расти, когда я начала закрывать, там, каждый год по одному, по два звания, да, и когда я часто начала выступать сама на сценах в своем регионе, то, когда мы выезжали с любого мероприятия, я спрашивала, что, ну, что вам понравилось, что вы везете с этого мероприятия, на что они отвечали, Ира, мы везем тебя, мы поняли, что ты у нас самый крутой спонсор. И вот это задача каждого лидера, я считаю, чтобы его команда считала, что вы самый крутой спонсор, что вы в самой лучшей команде, и вот ради этого стоит работать. И в прошлом году, 2015 года, я заработала номинацию «Лидер года», да, именно своего, ну, как бы, и это была большая для меня мотивация, особенно мотивация для моей команды. И поэтому моя мотивация, да, в первую очередь, быть самым лучшим спонсором и примером для подражания для своей команды. Также это, ну, какие же методы работы, что я сейчас использую, да, для того, чтобы расти и развиваться. Я сейчас, если раньше, как бы, да, я работала только в офлайн, потому что у меня есть собственных четыре офиса в городе Чернигово, плюс собственный салон красоты, который я открыла исключительно на базе косметики «Арифлейм», и еще есть маленький, небольшой офис в городе Бахмач, откуда я рода. Поэтому я вообще, такой, знаете, коренной офлайник, и начинала я работать только с офлайн, и сейчас вот мы плавно начинаем по-тихому включаться в онлайн и строим бизнес тоже в онлайн. Потому что я это понимаю, что если сейчас я не научусь это делать, то просто, ну, мои люди поуходят в другие структуры, в другие компании, где есть работа в онлайне, и где люди просто учат этому всему. И вот последний год в моем бизнесе 50% занимает работа офлайн, и 50% занимает бизнес онлайн. Мы работаем очень многими методами, да, и вы сейчас их видите на экране, я сейчас не буду останавливаться конкретно на всех, я сейчас расскажу про те методы конкретные, которые, ну, очень эффективны ими в работе, и то, что проночит нам результат в данный момент сегодня и сейчас. Это система обучения, да, так как я повторяю, что мы работаем и в офлайн, то самое главное, да, это мотивация команды. И у меня молодая команда, и я все время думала, да, как бы, чем же их мотивировать, потому что молодежь, они такие, я думаю, что вы со мной согласитесь, то, что молодые люди, да, они быстро зажигаются, но они быстро тухнут, они очень много все хотят, но при этом, ну, не всегда хотят делать, вот так вот я хочу сказать, да, я это поняла, потому что я сама такая молодая и знаю, чем их можно взять, поэтому у нас проходит не обучение, да, сейчас, ну, как бы наших людей, я не могу удивить обучение, они не хотят обучаться, студентам, да, молодежи до такой степени надоели те пары в институте, и для них слово обучение, это связано с школой, институт, да, университет, зачем, типа, это все надо, да, вот, поэтому мы сейчас, конечно же, проводим очень много разного всего, да, в первую очередь, это вечеринки, то есть я их называю не обучением, а вечеринками, где мы проводим всевозможные интересные клиенты, вечеринки для клиентов по продукции, да, также мы проводим командные вечеринки, в нашей команде есть традиция, каждые три месяца мы устраиваем вечеринки, то есть вот таких вот, таких огромных, таких массовых, четыре вечеринки в году, где собираются лидеры только с 12%, только менеджеры, то есть есть большая мотивация для моих лидеров просто попасть на эти вечеринки, то есть если ты не будешь на 12%, например, по итогу такого каталога, ты просто не квалифицируешься на эту вечеринку, и на этих вечеринках, да, мы отдыхаем, мы снимаем самые красивые дома, самые красивые квартиры, если это лето, то мы устраиваем их там на пляжах, чтобы нас все видели, да, где-то на каких-то красивых там полянах, возле речки, да, и на эти вечеринки мы делаем тематические разные вечеринки, да, также это, мы приглашаем именно в нашем городе есть такая, ну как бы, репортеры, да, в каждом, наверное, большом центре есть какие-то свои либо там, ну, журналисты, да, какие-то газеты, какие-то журналы только вашего города, вот в нашем городе есть такой очень модный журнал, где есть в каждом кафе, где есть в каждом, в любом месте, даже на любой заправке его можно посмотреть, это называется там бум, да, геометрия, и геометрия, геометрия, я думаю, сейчас везде во всей Украине, где фотосессия, да, в каждом ночном клубе, в каждом кафешке, ну, именно служба геометрии фотографирует и вылаживает на сайтах профессиональные фотографии, вот мы проплачиваем таким службам, они фотографируют нас, они печатают нас в лучших журналах города, да, и таким образом мы показываем, какие мы молодые, какие мы классные, почему круто к нам подключаться, подсоединяться, и вот благодаря этому с каждым днем все больше и больше людей нас находят сами в социальных сетях, пишут нам смс, звонят по телефону и прям просятся к нам в команду, потому что люди хотят так же, понимаете, люди хотят сейчас яркой жизни, люди хотят хлеба и зрелища, да, и если сейчас, например, там, они не готовы там, ну, как бы, что-либо, сейчас, ну, не для всех людей сейчас действительно важны деньги, для некоторых хочется просто какого-то развлечения и иметь то, что не имеют другие, да, поэтому я считаю, это фишка нашей команды, и для клиентов, да, как бы, ну, это для лидеров, для клиентов мы устраиваем праздники клиентов, дни клиентов в ночных клубах, потому что они не хотят приходить в офис, они не хотят слушать, обучаться, поэтому мы арендуем кафе, мы арендуем ночные клубы, и приглашаем туда своих клиентов, где они с удовольствием приходят и знают, что нужно красиво одеться, потому что там будут фотографировать геометрия, и нас будут печатать в лучших журналах города, и таким вот образом клиенты с удовольствием приходят на наши вечеринки. Если это консультанты, то это, у нас тоже есть своя система обучения, и я за то, чтобы людей обучать. Я считаю, что если лидеры и консультанты не обучаются, то просто, ну, с них не получится никакие профессионалы. Сейчас пришло время профессионалов, и если, ну, не обучаться, да, то просто, ну, ничего не получится. Вот поэтому мы для своих консультантов создаем разные праздники каталога, мы учим их, как сопровождать клиентов, как работать в онлайне. Для бизнес-партнеров мы тоже устраиваем свои обучения, и сейчас мы очень много обучений начали делать в онлайн, да, потому что у меня очень много молодых мамочек появилось, которые не всегда могут приходить с детками в офис обучаться. Ну, в принципе, какая разница, как учить людей, правда? Вот сейчас на вебинаре, где я могу даже с Чернигова с вами поговорить, или мне нужно идти по жаре сейчас в офис, правда? Поэтому у нас очень много вебинаров, где мы зачастую проводим по два вебинара в день, и это обучение у нас просто, ну, каждый божий день у нас проходят эти обучения, где мы обучаем своих лидеров. Также мы проводим встречи по бизнесу. Встречи по бизнесу тоже у нас проводят и в офис, потому что мы работаем и в офлайне, поэтому мы ищем людей себе в офлайн, и также мы ищем себе для работы в онлайне. Поэтому для работы в офисе мы проводим собеседование на работу. Эти собеседования проводят, то есть мы не проводим бизнес-встречи, мы не проводим ВВО. Сейчас для нашей команды это не актуально, никто не хочет слушать возможности компании «Орифлейм». Поэтому мы приглашаем на себя, мы приглашаем не на «Орифлейм», мы приглашаем не на возможности, мы приглашаем на себя и говорим, что нам нужны работники, понимаете? И мы берем своим авторитетом, своей командой, потому что, понимаете, «Орифлейм» очень большой. Я сейчас расскажу про возможности компании «Орифлейм» будет регистрироваться к своей соседке. Зачем мне это? Поэтому мы говорим, почему лучше у нас? Почему именно со мной, именно моей команде берем преимущество именно нашей командой? И вот такие вот собеседования мы проводим каждый день. Это лично, индивидуально лидеры проводят, да? Ну и также проводим массовые обучения, где проходит неделю, где провожу я, большое массовое собеседование для всей моей команды. Ну и, конечно же, это онлайн-собеседование, потому что сейчас мы очень плотно работаем бизнес онлайн по всей Украине. Чернигов нам уже мало, мы хотим больше, мы хотим быстрее расти. Я это понимаю, что без онлайн сейчас далеко не пойдем. Это нужно. И я, как лидер, обязана это сейчас изучать. Поэтому мы проводим собеседование на онлайн, для работы в онлайн. Они проходят каждый день. Тоже лидеры проводят лично себе. Это скайп-встречи, это вебинарных комнат, это собеседование по телефону. Мы общаемся с людьми, разговариваем. Ну и три раза в неделю мы проводим на вебинарной площадке большие массовые собеседования на работу в онлайн, где проводят самые мои лучшие директора, лидеры, которые работают в онлайне. Они профессионалы своего дела. И вот на вот эти массовые онлайн собеседования могут приглашать любой новичок, своего начинающего кандидата. И таким образом мы помогаем раскручивать команду, собственно, ну как бы команда помогает раскручивать всю команду. Вот. Также по поводу работы в оффлайне, это очень помогает нам сейчас спа-салон. Буквально полгода назад я открыла такой кабинет, да, можно сказать, в своем офисном центре, спа. Да, это лично мое вложение. Этот кабинет я открыла сама, потому что я понимаю, что я лидер команды, я лидер структуры, и я просто обязана развивать как-то свою команду. И сейчас, ну ни для кого не секрет, что продукция подорожала, люди зарабатывают так же. И, ну, я не знаю, как у вас, у нас в Чернигове, да, мы перефокусировались на других людей, потому что люди, которые, ну, с обычным доходом, да, там, с 1000 гривен, но они не смогут себе позволить купить серию новейдж, которая стоит полторы-две тысячи. Я думаю, вы со мной согласитесь, да. Поэтому мы начали работать в другой категории людей. Мы взяли другую категорию людей более побогаче, люди, которые зарабатывают там 5, там, выше 1000 гривен, да. И, ну, эти люди и могут купить эти продукты, эти серии. Но этих людей не пригласишь в офис, потому что я столкнулась с тем, то, что ко мне приходит там владелица какой-то фирмы на спа-уход, она заходит ко мне в офис, а у меня на одном столе разбираются коробочки, на другом проводятся бизнес-встречи, а на третьем консультантам выдаются заказ, и на четвертом столе я для нее буду проводить спа-уход. И они начали задавать такие вопросы, а что, здесь будут проходить спа-уход? И, в принципе, мне это было неприятно, я понимаю, что так бизнес у меня не пойдет, и мной было принято решение открывать вот такой спа-центр, где я смогу работать с другой кандидатурой людей, где я смогу богатых людей, обеспеченных женщин, приглашать в другие условия, в те условия, где мне не надо будет рассказывать, какая классная компания Reflame, потому что, зайдя в этот кабинет, они уже сами поймут, куда они попали, понимаете? И этот салон работает каждый день, он работает с 10, даже с 9, когда кому надо, до 8 вечера, там проводятся три процедуры. Первая – это спа-уход за лицом, вторая – это спа-уход за ручками, обертывание рук, ну и третья процедура – это визаж, визажи. Также одновременно могут проходить три процедуры. В этом салоне работает вся моя команда, то есть я разрешаю работать всем, но только профессионалам. То есть для нас, нашей команде, мы запустили лично свои курсы визажиста-косметолога, который проходит в ОСДЛ, одно занятие в неделю, где мы обучаем своих бизнес-партнеров всему полностью. Мы обучаем их, как работать с молодой кожей, как работать со зрелой кожей, как делать контурирование лица, как делать контурирование бровей, как делать дневной макияж, вечерний, спа-уход за руками, wellness, туда же этот самый. И только после того, как наши партнеры проходят полностью плотное обучение, все после курсов, только тогда мы тестируем их, мы допускаем их к салону. Потому что для меня очень важна репутация этого салона. Все работают в белых халатиках, у нас есть стерилизатор, бахилы, все как положено. И от того, какие люди будут работать в этом салоне, зависит моя репутация. А что будут говорить об этом салоне? Поэтому только после этого мы допускаем работать в этом салоне. Процедуры платные, но они чисто символические, потому что мы платим аренду помещения, аренда очень дорогая. И я считаю, что я достаточно вложила в этот салон, для того, чтобы еще платить за аренду. Поэтому мы сделали так, что одна процедура стоит 50 гривен. 50 гривен это чисто за аренду, где каждый, если человек хочет заработать дополнительно на этой процедуре, может сделать за 70 гривен. Но 50 гривен приложат в кассу на аренду этого салона, для того, чтобы мы могли отбить за месяц тот же самый свет, тот же самый аренду и так далее. И вы знаете, очень хорошо работает, таким образом назначили очень хорошие клиенты. Выход очень хороший, практически каждый, ну, каждая пятая – это набор экологен или набор True Perfection, но и каждый третий – это регистрация. А все остальные – это заказы, это хорошие клиенты. И таким образом мы повысили репутацию нашу, мы повысили просто имидж нашей компании и вообще. Также это работа в онлайн. Так как я уже сказала, работа в онлайн занимает 50% моего времени, я уже вам говорила, что у нас это каждый день два вебинара. Также мы в онлайне занимаемся плотным сопровождением. Помимо того, что мы обучаем своих лидеров, мы еще создали чаты, где мы сопровождаем в этих чатах своих партнеров, новичков одновременно. Это очень упрощает работу, работа в чатах. Чаты у нас и в скайпе, в вайберах, в контакте, в одноклассниках. То есть в каждых сетях у нас есть свои чаты лидеров. Также мы проводим планерки, координации в онлайне. Работаем мы во всех социальных сетях, на форумах, на блогах, где угодно. И всему же этому учим своих партнеров. И, конечно же, это маленькое собеседование на работу. Это созвон 5-минутный, где мы приглашаем людей на наш проект, на наш онлайн-проект. Также это раскрутка личного бренда. Для того, чтобы получалось работать, ну неважно где, в оффлайн или онлайн, люди хотят работать только с профессионалами. Понимаете? Мы их зовем, и первое, что они делают, это оценивают нас. Если мы говорим, что здесь есть деньги, а сами ходим в спортивном костюме или же в кроссовках, ну извините меня, о каком бизнесе будет идти речь? Вот вы представьте себе, что вы зашли в банк, и вы ожидаете директора банка, а к вам выходит, вы можете себе представить, чтобы директор банка вышел в джинсах и футболке, потому что ему жарко, потому что в шортах и футболке, потому что ему удобно? Нет, конечно. Мы представляем, что это интеллигентная женщина или интеллигентный мужчина в костюме, в юбочке, в блузочке, деловая женщина и так далее. Аналогично здесь, если мы зовем на бизнес, если мы зовем на успешный бизнес, то мы должны раскручивать личный бренд. То есть это внешний вид, то, как мы выглядим, то, как мы одеваемся, то, какие фотографии мы вылаживаем в социальной сети. Если я работаю в онлайне, то я не имею права вылаживать котиков, собачек, правда? Потому что они заходят на мою страничку и первое, что они смотрят, хочу я работать с этим человеком или нет. Поэтому очень важно, чтобы был действительно большой-большой имидж. И я вам рекомендую делать классную фотосессию. Сейчас лето. Не пожалейте тебе 100-200 гривен. Закажите себе классную фотосессию. Чисто для развития своего бизнеса. Влаживать в свою внешность, в свой имидж, в свой внешний вид. И только тогда начнет работать бизнес. Только тогда. Также мы именно работаем на раскрутке личного бренда. Очень плотно работаем в интернете. Показываем своим примеры. Если это велнес, то, конечно же, у нас есть своя велнес-группа, где мы показываем личные примеры, не только информацию о продукте. Потому что сейчас это никого не впечатлишь. Никто в это не верит. Сейчас надо показывать конкретно личные результаты. Поэтому мы фотографируемся. У нас очень много фотографий. Мы практически, где мы бываем, мы все вылаживаем, потому что это наш бизнес. По-другому он не строится онлайн. Поэтому мы делаем свои распродажи. Мы не ждем распродажи от компании. Мы с первого дня делаем свои наборы, свои распродажи. Мы делаем свои акции своим клиентам, консультантам. И всем возможными путями мы делаем свои странички в социальных сетях очень интересные, чтобы люди систематически заходили на них, спрашивали, интересовались. И тогда это начинает работать. Ну и рекрутирование. Какое же рекрутирование? Я вам сказала, как я сопровождаю своих лидеров. Сейчас я расскажу, как мы рекрутируем. Если это офлайн, работа в офисе, то у моих лидеров минимум план 4-6 па в день. Это то, что мы не работаем групповыми. Мы не работаем групповыми, потому что, если это салон красоты, то неактуально пригласить 6 женщин одновременно с мисочками посадить. Поэтому 4-6 па в день, это не означает, что все придут. Если мы назначаем 6 па, с них доходит половина. Мы также проводим спа-уходы и в офисе, потому что салон у нас один, команда большая. Мы не успеваем проводить все в салоне, поэтому мы проводим бесплатные процедуры также и в офисе. Но мы даем людям право выбрать. То есть, да, вы хотите полежать, побалдеть, вот вам в салон, или же вы просто хотите для себя поучиться, вот, пожалуйста, бесплатно в офис. И тогда люди не возмущаются, если они приходят, видят какие-то коробочки, разборки, заказы. Они нормально, адекватно реагируют, потому что мы их предупредили и дали право выбора. Поэтому план это 6 па в день моих лидеров. Также это 6-10 человек рассказать о возможности нашего бизнеса. То есть, в данном случае это прозвоны, то есть, или это бизнес-встречи в офисе, на бизнес, к нам в работу в офис, или же это 10 звонков на проект в работе в интернете мы должны сделать. Также это минимум провести 5 собеседований в неделю в офисе или в онлайне. Каждый день анкетирование, если это оффлайн, да, то есть, мои лидеры, как бы, но я на этом выросла на анкетировании, я это люблю, потому что сразу видно, что за человек, хочешь ли ты его в свой бизнес и так далее. Поэтому анкетируем час-два-два в день, это не означает, что мы вышли целых два часа и стоим. Это может быть, например, час в обед, час вечером, когда люди с работы идут. Таким образом, мы анкетируем нас по уходу. Откуда нас по уходу вот эти 6 в день с анкетирования? Мы сразу же на улице приглашаем посетить наш салон по спеццене или бесплатно процедуру в офисе. Таким образом, у нас нет проблем, откуда взять по процедуре. Каждый день работа в онлайне, как бы, это рассылка с смс, приглашение в бизнес, развитие личного бренда, прослушка вебинаров и так далее. То есть, каждому партнеру прописывается свой план. Обязательно, потому что все они разные. Кто-то пришел как на основную работу, ему план на целый день. То есть, если человек пришел на целый день как на основную работу, то я стараюсь его загрузить по максимуму, чтобы у него не было свободного времени, потому что, когда появляется свободное время у человека, то у него сразу появляются дурные мысли. А какие дурные мысли могут быть? Найти себе дополнительную работу. Ну, раз у меня здесь очень много времени свободно, почему бы мне где-нибудь еще не подработать? Поэтому, если человек говорит, что я на основную работу, то у него загружается целый день. Если человек приходит на дополнительную работу, то это, конечно же, два часа в день, только два спа-ухода в день, например. Или если это онлайн, то совсем другое, никаких спа-уходов, только уже чисто онлайн-бизнес и планирование индивидуально. То есть, каждому партнеру, в зависимости от того, по его амбициях, по его активности, расписывается конкретно его личный план. Ну, и, конечно же, это активное рекрутирование лично мое. Я всегда рекрутировала очень много. И я считаю, что если я сама не рекрутирую, я не имею права заставлять своих лидеров, как я могу требовать от них, как я могу писать какой-то план им, если я сама этого не делаю. Только проверяя на себе, я могу сказать, что это работает. Поэтому, в первую очередь, не бояться лидерам, брать на себя ответственность и приглашать на работу. Вот лично я за прошлый каталог сама сделала 15 регистраций. Только после этого я могу сесть и посадить своих лидеров и рассказать, как я это сделала. Понимаете? И сейчас, как бы, лето, я считаю, что это время для рекрутинга. От того, как мы поработаем летом, зависит от того, какие уровни и плоды у нас будут осенью. И тот, кто работает летом, тот растет всегда зимой и осенью. Поэтому мы сейчас очень плотно над этим работаем, именно над рекрутингом. Ну и статистика. Я всегда эту статистику показываю своим лидерам и вам расскажу, потому что часто зачастую лидеры приходят и одевают просто розовые очки, что, ну вот, все, кто пришли, все останутся. Только 50% людей отсеются в первую, вторую неделю. Вот они говорят, да, я буду работать. Через 2 недели 50% этих людей отсеются. Это нормально. 30% этих людей останется потребителями. 15% станет только менеджерами. И только с 15% менеджеров только 4% станут настоящими директорами, которые будут готовы взять на себя обязанности за огромную команду. И только 1% станет топ-лидерами. Поэтому не надо расстраиваться, что люди уходят. Не надо расстраиваться, что где-то у кого-то не получается. Понимаете, в мире только 5% богатых и успешных людей. Если бы все было так легко, то нам бы с вами здесь бы нечего было бы делать, все даны бы давно были бы директорами. Ну и просто, понимаете, как бы ни мне, ни вам бы здесь бы нечего было бы делать. Вот поэтому этот бизнес не для всех. Это бизнес только для лидеров, для тех людей, кто готовы потерпеть, для тех, кто готовы это осознать, понять, ну и, конечно же, потрудиться. Ну и, конечно же, это определить, зачем ваши люди пришли в команду. Я всегда, когда ко мне приходит новичок, я всегда анализирую. Люди все разные. Не все приходят за деньгами, не все приходят за подарками. Понимаете? Кому-то нужно просто внимание для того, чтобы ему спонсор позвонил 10 раз в день и сказал, как у тебя дела. И для него это очень важно. И только ради этого он будет работать. Кто-то пришел для того, чтобы иметь общение, иметь команду. Кто-то пришел реально за деньгами. А кому-то денег не давай, обсыпь его блестками и расскажи, какой он классный. Правда? Развитие. Кому-то надо развиваться, обучаться. Кому-то нужна просто поддержка. А кто-то пришел просто пользоваться крутой косметикой. А некоторые пришли потом набраться уверенности. Я всегда определяю, зачем прошли мои лидеры и стараюсь то, что им нужно, то ими давать. Тогда это делает меньше оттел, и люди получают то, что они хотят, и они преданы, и они со мной навсегда. Вот такие вечеринки, о которых я вам говорила, проходят в нашей команде. Каждые три месяца мы проводим тематические вечеринки. Уже сколько их прошло, что очень интересные. В это воскресенье тоже будет следующая вечеринка наша, где мы будем проводить для наших партнеров. И даже ради этого они очень стараются, они делают свои квалификации. Как компания делает квалификацию на Буковель, на конференцию для менеджеров. Мы делаем свои квалификации на нашей вечеринке. Это работает, и новички просто мечтают попасть на наши именно вечеринки. И это реально мотивирует, и нашу команду подстегивает расти. Вот такая, видите, какая красота, где мы арендуем кафе целое. У нас была последняя вечеринка это украинском стиле. И конкурсы, и габачки, и все что угодно. И это сплощает очень команду. И это то, что очень нравится нам, в первую очередь, считаю, каждому человеку. Ну и, конечно, постоянная поддержка команды. Команду нужно постоянно поддерживать, мотивировать личным примером. Я уже говорила, только проверила сама и сделала сама, только после этого я могу заставить своих лидеров. Только после этого. Поэтому я работаю в интернете, я провожусь по уходу в салоне, и я не хожу как командир, делайте это. Я работаю вместе с ними, наравне с ними, поддерживая их и показывая им пример. О имидже я уже говорила лидера. Первое, о чем нужно поработать в нашем бизнесе, это над своим имиджем, потому что нас оценивает внешне. И когда ко мне люди приходят на работу в офис, первое, они смотрят, в чем я одета, что есть на мне, на какой машине я приехала, понимаете. Я понимаю, что не всех новичков есть машины и так далее, но, понимаете, не всегда, ну, муж говорил мой, Ира, никто не видит, что у тебя в холодильнике, правда? Никто не видит, что у тебя есть дома, но все видят, в чем ты одета, в чем ты пришла и на какой машине ты приехала. И поэтому я считаю, что в свой личный бренд, в свое развитие имиджа нужно влаживать деньги, нужно не иметь тысячу дешевых вещей. Пускай это будет одно платье, но оно будет уникальное, оно будет красивое, и оно будет казаться дорогим, чем тысячу по 10 гривен вещей, лучше одну, например, там за тысячу, там или за, ну, я просто так образно говорю, да, сейчас. Поэтому я всегда даю домашнее задание своим лидерам, одевать только те вещи, которые их украшают, не носить те вещи, которые, знаете, есть такие вещи в гардеробе, когда одену, потому что давно не одевала, таких вещей вообще носить нельзя. Пускай это будет два платья через день, одно и то же самое, но только те вещи, в которых вы чувствуете себя увереннее, где вы смотрите на себя и сами собой восхищаетесь, и только тогда вы будете чувствовать себя увереннее, авторитетнее, и сможете дать эту энергию своей команде, своим людям. Ну и всегда быть личным примером подражания своей команде. только тогда, когда спонсор растет, растет его команда, иначе по-другому не будет. Зачетка, сначала надо поработать на зачетку, как в институте, сначала первые два года попахать на зачетку, а потом зачетка начинает работать на тебя. Это аналогично в нашем бизнесе. Только поработавши попахая в начале, можно пожинать с плоды, иначе по-другому нет. Ну и постоянный драйв, четко уверенность в себе, от энергии спонсора, от того нашего морального состояния. Насколько мы верим в этот бизнес, насколько мы хотим добиться успеха, здесь вообще в состоянии нашей команды. Поэтому я вам желаю быстрого роста, быть уверенным и в себе, верить до последнего, что у вас получится. Ну а кто как не мы будем верить? Неужели мы сможем эту уверенность нанести своей команде? Поэтому я вам желаю успеха в новых званий. Надеюсь, что я вам была сегодня полезна и дала вам свой кусочек своей мотивации для покорения новых вершин. Поэтому успеха вам, новых достижений. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова